Нельзя почитать ангелов, святых, угодников. Тут их совершенно не оброна. Глазок не работает. А? Подожди, подожди. Глазок не работает. А еще... А это еще, я так понимаю, свидетельство о том, что ангел это не есть Бог. Потому что некоторые Христа принимали как замку. Поэтому не поклоняйся ему как Богу. Да, если поклонение идет как Богу, тогда это не Богу угодно. А когда поклоняются святым угодником Божьим, не вместо Бога, Бог того ревнутики. Когда вернутся, кому-то вместо чего поклоняются, всегда... Около, нет. Нет. А когда почитают его угодников, никакого бреха в этом нет. Поэтому, когда сектанты говорят, что вот, не православные неправильно делают, ну, допустим, привезли другой стих. И приступили к духам праведников. Появилось, появилось, появилось. Который праведник, который на небе. Ну, теперь это крайне важный. Мы приступали. Как? Нажми. Маленький. А ты иди же последний. Считан-то делали. Почему она не открываешь? Он какой-то не яркий. Он должен быть ярким, а он не яркий почему-то. Дело в том, что был всего один сигнал, когда вы там сделали. У меня? Да. Я не слышу. Надо второй, чтобы сигнал был. Еще вопрос. Поэтому, если ты... Понятно? Я же говорю, что меня не присоединяет никогда вот это вот. Понятно. Еще надо здесь. Игнат Тихонович, поняли вопрос? Нет. Поклонение ангелам. Это стихи там-то приводит. Как она кричать? Правильно? Я не могу вытащить. Почему не могу-то? То ли не тот тяну, то ли еще. Чихнуло. Один раз. Ну, теперь нажми. Нет, она шла второй раз. А, Игнат Тихонович пытался спросить. А сейчас, наверное, что-то нету этого глазка. Я тебе говорил же, что у меня она не идет. Мне трогать нельзя. Если они принимают, у меня, значит, уже не будут. Если, как-то, мы подсоединились, мы, наверное, микрофон не включили. Волон. Ну, что, будете отвечать? Ну, отвечаю, ничего не слышу. А давай. Все. Не видно, что-то какое-то... Мне подсоединиться самому нельзя, ты запомни. У меня что-то неладно с компьютером. Если я начинаю сжать кнопку... Подсоединились нормально. Да не нормально. Он и не работает, этот. Глазок не работает. Глазок не работает. Ну, без глазка, главное. Поэтому мы выбиты быть. Я не знаю, о чем речь-то идет. Хоть немножко-то скажите. Вот. Речь идет... Мы сейчас вычислили откровение 22-я глава. О том, что ангел сказал, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе, и братьям твоим порокам, и соблюдающим слова книги, и сей Богу поклонись. Вот. Вот. Сектанты приводят этот стих, что вот не нужно православным планиться и ображением, и ангелам, и кунам небес. Ангелам. Ну, смотри, что такое секта сначала сказать, сектанты? Узость взгляда на истину. Узость. Они пусть с самого начала в Библии посмотрят, как ангелам поклонялись. И Самсон, когда Маной там был, принял жертву отец его. И во всей Библии ангелы принимали поклонение. А вдруг только в одном месте не принимают. Вот теперь надо соединить. До этого под именем ангела являлся сам Господь Бог. Кто не знает, Малахию третью главу считайте. Прямо посылая ангела, и ангел называется, и он хреститель, и ангелом называется Христос. Открой, посмотри. И вот здесь, как в этой череде ангелов, он не узнал, поклонился, а внутренний мир знает только Бог. Поклонился ему, как Богу. А в данном случае был ангел. И ангел говорит, я не Бог. Вот как у Корнилия в доме, он поклонился, и он говорит, я тоже человек, но я вижу, что ты не бык с рогами-то. Что доказывать-то? Но он поклонился, как Богу. А при чем тут Бог? Язычники легко боготворили людей. Вот Ехидна не укосила его, у Павла там рука не опухла, все, Боги в образе человеческом сошли к нам. Это неоднократно было. И поэтому надо рассуждать. Это внутренний мир. И поэтому, если кланяется с понятием, что это ангел, это принимается. Но он поклонился, как Богу. Потому он и говорит, я служитель. Не Христос служитель-то. Христос Бог. Вот весь ответ. Никакого противоречия тогда нет нигде. Поэтому ангел всегда принимал поклонение. Всегда. И люди принимали. Мать пришла Соломона, до земли поклонилась. И сыны пророческие Елисею поклонились. И никто не протестовал. Вот и весь ответ. Спаси Христос. Аллилуйя. Ну и попутный вопрос тут еще роман Хроликов задавал. То, что ангел говорит, что Богу поклонись, является ли это средством того, что он Божий ангел? Либо Паша Ангел тоже может так сказать? Нет, 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 нет. Только одно, что внутренним миром он понял, что перед ним стоит Христос, который только что в виде ангела был. В 20 главе. И ангел сковался от него. Кто его сковал-то? Какой? Иисус лишил силы имеющего державу смерти. То есть дьявола он победил, не ангел какой-то. И поэтому вот в этой череде перемене ангелов и в виде ангела являлся Христос, он избился с толку, поклонился как Богу, он и выправил его мнение. Тогда все становится на место. Все места Писания об этом говорят. Ангелы принимали поклонение и люди принимали поклонение. А сектанты по своей узости этого не понимают. А вот ухватились сразу, а он сказал. А почему сказал? Почему, сколько мы считаем в Библии, мы можем до десятка раз найти. Святые принимали поклонение, ангелы принимали и никогда не возражали. Потому что их принимали как за ангелов. А у них вот то, остальное как будто никогда не было. У них Библия вся в руках разваливается. А по православному, как мы понимаем, тогда все стоит на месте. Благодарю. Нет, вопрос о поклонении понятен. Я не вижу. Ангелам можно поклоняться. Вопрос. Ведь есть же ангелы Божии, есть ангелы падшие, демон, бесы. Если Богу поклонись, вернее мы не знаем какой это ангел. Просто выявился ангелу и нам говорит, ты ему поклонился, он говорит, Богу поклонись. Он связан уже, уже связан. Поэтому демонов нету никаких. Стена эта, говорит, ограждает от всего. Нет, но демоны же являются людям, обобщают и граждане. Тут нет никаких демонов, демонов нету, не являются. Нигде в откровении уже не являются. А именно конкретно, четко говорится ангел. Речь это о будущих судьях мира. Не про откровение, Игнать, не про откровение сейчас говорим, вообще. Ну да, бывало, бывало такое. И поклонялись, и думали, что это вот житие святого Исаакия Печерского. Он поклонился, а это демоны оказались. И вместо ног куриные ножки. Ну они давали с ним как бадминтон играть, кидать его. К утру-то пришли, воочи благослови. А его и нету. Да кое-как. Целый год, говорит, не ел. И учили ложку держать. Демоны все отняли. Здесь речь идет об ангелах. Святых. А падшие ангелы, ну и тут их и нету даже. Это откровение от Бога дают святые ангелы. Тут вообще никакого противоречия нету. То есть правильно мы поняли, что падший ангел может обмануть человеком, сказав, что мог Богу поклонить, чтобы его восклинили как ангелы света. Конечно, она шла и кричала, сие люди, Божие, возвещают нам путь спасения. Она правильные слова говорила. А почему Павел запретил? Потому что если бы он ее не запретил, а потом люди бы ссылались на нее. Но как Павел бы только исчез, она бы стала наворачивать свое уже. И Павел поэтому, зная, какой в ней дух прорицательный, запретил выйти из нее. И вся картина кончилась. Принимает вид ангела света. Написано. Неудивительное дело. А раз принимает вид ангела света, значит, это выгодно ему. А Ян Затаус говорит, если пришел ангел, а ты не поверил. Он благоуханина пустит. Свет такой в житиях святых. Это очень часто было такое. Ничего. Я заперся и не открылся ему. Так он ангел говорит. Ну и что, что ангел-то? Я толком не понял, кто. А вот если ты ошибся, пропал ты, с тобой такое могут сделать. Поэтому даже ангел явится, Затаус призывает, не верь. А кто я такой, чтобы не ангел являлся-то? Я прах и пепел. Черь, а не человек. Вот так надо рассуждать. Со смирением. И ангел, говорит, похвалит. Спаси, Христос. Аллилуйя. Откровение 22.10. И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко. Толкование. До сих пор он предавал слова ангела, а теперь говорит от лица-владыки Христа. Книга эта достойна для чтения верующих, потому что она направляет читающих к истинной жизни указанием наказаний уготованных грешников и покоя обетованного святым. Вопросы. Так, у меня вопрос. А вот почему книга Откровения не читается на богослужениях у нас? Есть тому причина? Игнарий Тихонович, почему Откровения не читается? Ты говори, кому говорит, я не буду влазить. Понятно, ее приняли на 300 лет позже, чем остальные книги. С предусмотрительной осторожностью, как написано было. И поэтому ее не внесли туда. По причине того, чтобы люди не сомневались в просчитанном и не приписывали другому духу. Четко и определенно было. Считаем, 85-е правило апостольское. Перечисляются книги, которые приняты, а там его и нет. Первый список новозаветных книг, там были, сейчас я могу даже не точно сказать, два, кажется, послания Климента Римского, епископа. Они прямо были приняты в Новый Завет. Но потом церковь решила их отдельной книгой. А откровение было позже принято, но в богослужении, а там в богослужении-то ничего нет, надо разъяснять. Без разъяснения не поймешь. И решили, обойдемся без нее. И поэтому составители литургии, а тем более она дополнялась, уже никогда ее не касались. Потому что толковать откровение нужно только Библией. Только. А не то, что белые, красные воевали в революцию, там было так толкует. Это неправильно. А раз так, так тогда вся Библия-то остальная считается. Откровение здесь ничего нам не даст. Зачем этот туман-то? И люди будут думать, о чем? Кони какие там? В богослужении должно быть абсолютно все ясно и четко. Вот и все. А здесь подчеркнуто. Книга эта достойна для чтения верующих. Да. Но не в богослужении. И на нее, у Златооста, там у святых отцов ни у кого нет проповеди. И поэтому мне пришлось проповедовать много, тысячи проповедей. Тысячи. Но на откровение никогда не касался. Почему? Я подчиняюсь тому, что церковь усыновила. Тут вот эта Анастасия, я не знаю, здесь или нет, ревкой называлась, ревеккой. Она говорит, а что, Игнатий, без ошибок не согрешает только где-то? Не согрешаю никогда. Вопросы к догматике. А так? Вот приняли там потеряевку одного. Я ошибся в нем. Ошибся он у меня провел, обманул. Ну и еще, еще из этого. Святые тоже. Я на Златоусу пошел командировку за Босфор. Поставил самого лучшего. Север там был. Митрополит. Приехал, он его не пускает, заперся. Все, провозгласил себя уже. Так что, в догматике я никогда не ошибался. А почему я принял, как святые отцы. Старался ни налево, ни направо от него не отойти. И как? Как я еще бы ошибался-то? Ошибались бы святые отцы. Но я старался запомнить. Вот в этом я никогда не спорил с католиками. Еще раз говорю. С сектантами, баптистами, адвентистами, святелями Егобы. Сотни, сотни бесед в разных столичных городах были. И наталкивались на меня другие там были. С мусульманами. Но с католиками никогда. С Григорино-армянскими никогда. С коптами, сирийскими. Вот пять. Которые для меня табу. Я очень боюсь. Чтобы вы знали. Я знаю отдельные недостатки там какие-то. У меня три в Кырганском православии статьи. Человек-убийство и ложь Ватикана. Ну, такие вот есть там. Фатимское явление. В Португалии было. Ну, и другое. Там еще это, кажется, ложь Ватикана или как-то называется. Три статьи. На основании исторических данных о всех крестовых походах. Все описывается. Но это я отдельно статьи написал. Но спорить вживую никогда. Я даже шел на то, чтобы меня поносили. Прямо к стене стоит Анжей. Мы долго беседуем. Он благодарит, что я ему подарил книгу. И я его прошу благословить нас на поездку. Правда, я потом посоветовался выставить или не выставить в интернет. Потому что я знаю, какие нападки на меня будут. Но выставил. И нападок не было. Господь охранил меня. Я очень осторожно отношусь. Все у меня. Вот не работает глазок. И все. Продолжаем. Откровение 22 глава 11-12 стих. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще свернется. Праведный, да, творит правду еще. И святой, да, освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Толкование. Пусть никто не думает, что он поощряет этими смолами к неправде, осквернению и обидам. Но указывая на свободу воли и сохраняя ее непринужденность, он как бы говорит. Пусть каждый поступает по своему желанию. Я не принуждаю никого. И указывая, что за каждым делом будет соответствующий ему конец. Вопросы? Ну вот опять же, многие сектанты говорят, что всякий, кто признает имя Господне, спасет. И не берет во внимание этот стих, что Господь-то будет убить по делам. Некоторые тоже говорят, что главное можно добрыми делами. Вера, я верю в душе. Вот я добро творю там и все. Что же, провокационный вопрос, что главное, дела или вера? Вы напомнили мне разговор братьев в пустыне. Они сошлись, когда их беседуют. Главное это вера. Верой спасаемся. Верой человек жив будет. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А другой говорит, ну а как же у Якова написано, вера без дел мертва. Ну а что вера? Дела делами-то и безбожники хорошие дела делают. Главное, это молитва. Молитесь непрестанно написано. А тот говорит, молитва-то что молитва? Главное, пост. Без поста ничего нет. А третий говорит, ну а что толку-то? Молиться о милостыне не делаешь. А пойдем мы к Аве Антонио. Да пришли. И каждый высказал свое мнение и ждет. Что скажет? Он говорит, все вы неправы. Как так? Ну слушайте внимательно. Поговорка такая. Не научи дурака молиться, он лоб разобьет. О ком говорится? Не научи поститься, с голоду умрет. Главное рассудительность. Вот и все. Главное рассудительность. Если берет один из них, блаженный нищий духом, ибо их и царство небесное. А остальное как будто не существует. Ну, нищий духом. Не надо не причащаться, не надо не креститься. Главное, нищий духом и уже царство небесное. Так это один из элементов. Из мозаики только одно стеклышко. Надо брать все в совокупности. Вот тогда добыть истины, вера и дела. И притом вера и истина. А разберись в этих верах. Какая? Вот мне Бог положил на сердце с первого дня искать 6.16 Еремия. Остановитесь на путях ваших. Где путь добрый, путь древний. И по нему идите. Я стал спускаться ниже и ниже до первого века, когда церковь была единая. Что он в церкви, он говорит, в осенний до скончания века. В это я поверил. Ну, с кем он? С католиками, с православными, с баптистами. Их сколько? Сегодня считает, говорит, 21 тысяча. А в 1913 году было только 130. А уже где-то в 23-м 300. Это такой есть атеистический словарь, он показывает где. И я понял, надо спускаться еще ниже. Дошел до места, когда была только одна, единая. Вот если в этой единой его нету, значит его вообще нигде не было. Ну, а так быть не может. И поэтому, ну и нашел все толкование первых веков. В первую очередь, 6 посланий Игнатия Богоносца. Это младенец, которого, это дитё, которого брал Христос и говорил, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. 6 посланий. А там безописка, понят церкви. Он мне сразу вправил всё. Ну, а дальше там Иринея Леонского стал читать. Иринея, ну это первый уже, первый век буквально. Ну, и добавлять ничего не надо. Это путь древний, не новоизмышленный. Церковь, понятия у сектантов, а церкви никакого нету. Совершенно. Двое или трое, там Бог, нет. Двое или трое собраны и не собрались. И во имя Его, то есть точно по Писанию. Вот там, да. И при том, где в церкви. Без епископата нет церкви. Нет. Вне церкви нет спасения. Они этого ничего не хотят знать. Нет, легкомыслие. Легкомыслие погибельное. Так. А кто учителя? Они не знают. Учителя свои, там, Бакмелдеры разные, Скоуфилды. Вот их будут называть учителями. А их кто ставил-то? В первом веке были учителя, второй, третий, четвёртый. Они златоусты ни во что не ставят. А вы нас не судите, лицемеры. Осудили путь церкви в полторы тысячи лет. Тысячи мучеников. Сотни тысяч. 445 тысяч только мучеников было. До принятия Константином христианства. Полмиллиона, только замученных. Они всех отвергли. Еретики. А нас не судите. А вы-то осудили всех. Ну, надо вглубь слов входить. Что они хотят? Почему так говорят? Благодать рассуждения, понимание Писания дана святым отцам. И они это рассуждали. Полихаб Смирский. Они знают его? Нет. А Киприан Карпагенский? Это его фраза летущая. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Всё. Ну, это так понятно. Они всё отвергают. Они, говорит, отдельный алтарь устанавливают. Отдельные молитвы считают. Всё. Они вне церкви. Киприан Карпагенский. А кто он такой? Он мученик. Епископ. Его казнили. Казнили. Игнатий Богоносец. Я вот называю его. Так, это шесть посланий. Первый епископ Антиохии. Его арестовали, ведут в Рим. Его хотели освободить, он не согласился. Его бросили на арену зверя, растерзали его. Так, мученик или нет? А он как раз говорит о церкви. Шесть посланий, почитай. Климента Римского. Стиктанты ничего не знают. Самоизмышленные. Какие-то постулаты всё это пишут. Говорят, а истины нету. Она истина вся, если хочешь знать, только в церкви. А в какой? Да тысячу лет церковь была нераздельная. Ну, в четвёртом веке монофизиты отошли. Но они всех святых-то признают. Вот я с первого дня, по милости Божией, принял это. Принял и всё. И как будто я сегодня только уверовал. 55 лет назад у меня ничего не изменилось. А как? Да не я меняюсь-то. Даже менять учение, которому я поверил, оно неизменное. Патрология имения 300 томов. Вот это самый правильный путь. Верить, как заповедил Господь, святым отцам. Отошёл. Слава Иисусу Христу. Откровение 22.13. Я ездить Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Толкование. Альфа и Омега означает, что как поначалу нет ничего старейшего его, так и власть его и по божественному царству не будет конца. И выше не раз говорено, что Христос есть Альфа и Омега, как первый по божеству и последний по человечеству. Вопросы? Можно вопрос сейчас? Я... Вы в чате напишите вопрос, писать можете? А сейчас нормально слышно? Да, нормально. Говорите. Вот сейчас я это... Вот вы как бы разбираете откровения. А, ну, во-первых, когда кто-то не так говорит что-то, вы отключаете человека этого? Ну, если бы он хурит Бога, богохорствует, неправославное толкование хочет навязать православным людям, конечно, он нам такой не нужен. У нас здесь учителя есть. А, я понимаю. Пшли учиться и мешать им не нужно. Конечно, отключаю. А, ну, а вопрос же он как подразумевает? Если я что-то спрашиваю, например, вот, и, знаете, Тихонович сейчас говорил про церковь. Как бы, ну, у меня впечатление такое, что вы разбираете откровения, как бы, подразумевается, а всегда говорите сектанты, сектанты, сектанты. Но я сам-то не сектант, надо заметить, попутно не сектант. И вот, как бы, или откровения разбираюсь, или, как бы, борьба против несуществующих оппонентов в данном моменте. Как у вас это? Хорошо, вы кто? В смысле, к какой я религии принадлежу? Да. Никакой. Значит, вы сектанты. Пытаюсь расобраться в православии. Сектанты это тот, кто не православный, кто неправильно славит Бога, а он сектантом. Нет церкви. Поэтому мы только, кстати, упоримся за истину. Вот и все. Да каких же среди вашей группы нет сейчас, я понял. Вы один из них, я так думаю. Вы же не православный. Ну, я и не сектант, я не хожу ни в какую секту. Я был в баптизме, но я вышел из него. Значит, я уже не сектант? А вы еще не сектант? Да. Значит, вы, если никуда не ходите, да, язычник и мотарь, как говорят. Ага. Ну, значит, язычник и мотарь. Ну, вот здесь как бы в церковь говорили, Игнать Тихонович, про католическую. Вы ее считаете как за церковь, я так понял. И я другой момент еще. А когда она была, вот, ну, инквизиция была, вы знаете историю, да? Хорошо, вопрос задуман. Это тоже церковь получалась? Через 20 минут ответим. Сейчас время у нас другое. А, ладно. Хорошо, спасибо. Первый и последний. Понятно, мне непонятно, что значит последний по человечеству. Да и первый по божеству. Тоже, конечно, вот это вот, Игнать Тихонович, можете растолковать. Ты ко мне обращаешься? Да, да, да. А что значит первый по божеству и последний по человечеству? Ну, по божеству. Бог безначален. Он первый. Начало всему. И последний, потому что, и речь идет не только о людях, которые будут осуждены, но и по человечеству, как он явится, Господь Бог. Он в теле явится. И также на руках, на ногах будут эти язвы показаны. И он сядет на престоле. Мировая история закончилась словом Христа. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Последний день. Последний. Вот это последнее как раз и сбудется. Последнее слово по человечеству Христову завершит мировую историю. Альфа, Омега, первоначальная буква, алфа это греческое, как у нас от А до Я. То есть все вмещается. Любое слово, других букв не надо, 34, не обойдемся ими. А полнота. Спасибо, Христов. Слава Христу. Откровение 22, 14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город с воротами. Толкование. Соблюдающие заповеди Божьи воистину блаженны, потому что они будут иметь власть во блаженной жизни, и упокоиться на древе жизни, в Христе, Боге наше, нацищаться и услаждаться созертанием Его. И этому тогда не в силах будет воспрепятствовать ничто у Кавы. Вратами апостольскими, то есть через их учения, они войдут в Вышний Град, дверью истинного. Иоанна 10, 9. Не перелазят Индия. Иоанна 10, 1. Подобно наемникам, азаряма, будь введены привратником жизни. Вопросы? То есть Христос говорит, что я есть в двери привратника. Недавно ролик мне Евгения Травкова понравился. Говорил о Игнатии Тихоновичу, он как предверник такой вот ему. Вкрывает двери в православную православную церковь, открывает. Ну, где-то годами могут ходить в храмы православные. Да и во всяких секторах быть, думая, что они в истине. И здесь вот есть наемники пастыря. Я этим пастырь добрый, полагающий жизнь свою, завет. То есть нужно этим прям удалить всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Убить бриду и желательным спасением. Тогда тот будет. А наемник не пастыря. Видит волка и бежит. Это часто мы видим сегодня. Храмом, где торговлям, а мамом, где любим. Дело Господне делает неврежным. С Виталием Калиниковым мы полностью согласен. Давно уже душа скормит, что на непонятном языке русский народ поможет. Во многих государствах слышал, что на родном национальном языке будет служить. И у нас уже давно-то все переведено, благословлено, но не успели немножко в 18-м году Россия, революция произошла. Но мы молились, у нас половина службы. То, что переведена, синагаринная Библия, это читается в нашем крайне наручном языке. Хотелось бы, конечно, полностью, чтобы все было нарушено. Вот, об этом тоже нужно, что мешает. Я вопрос задавал батюшками, да ничего не мешает, а почему? Ну, так-то вот так. Может, переводов достаточно, каких-то утвержденных еще нет. Так, не знаю. Так, вопросы. Откровение 22.15. По вратах прочитали. Откровение 23.15. А вне, вне церкви, псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие, любящие и делающие неправду. Сами называются здесь бесстыдные, неверные и вообще злые делатели, оплакиваемые апостолами, а вместе с тем, и возвратившиеся после крещения на свою блевотину. За это они будут отчуждены от Вышнего Города наравне с убийцами, и прелубодеями, и идолопоклонниками. Вопросы? Ну, и еще, да, место Священного Писания не давайте святыне псам, не мучите бисер перед свиньями. Тоже псами побывают. Почему-то вот псы, во всем почти в Священном Писании, собаки, это вот в отрицательном смысле говорит. Сам собаками занимаюсь, очень нравятся мне эти животные. Псы, чародей, любодей и убит. Вопросы? Ну, и еще про псов, про собак сказать. Очень в России развито вот это вот зеленое злозащитное движение, направленное на защиту бешеных бродячих собак. Статистика, по-моему, ежегодно 300 человек в одной Москве только погибает от укусов бродячих собак. И вот они с пеной у рта защищают этих собак, называя убийцами тех, кто должен регулировать их численность, чтобы они их ставили, образовывались. А все это пошло из такого вот зооцентризма, где права животного и права человека приравнивать жизнь человека и жизнь животного на... Ну, язычники без возраста. И убеждать их весь момент совершенно. Какая-то зловещая такая секта, причем. Спокойно могут убить человека за собаку прямо. И призывают к этому. Если вы не прекратите травить собаку, мы будем учинить самосудие. В конроле прям, ну, бомжа там, они лопатами прям. И собаку съели, и нас насти купили. А их осудили за убийство, посадили, но то, что они из-за собаки это сделали, даже не понимает ничего. Сергей, давай мы будем откликаться на собаку. Хорошо. Откровение 22, 16. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренней. Здесь свидетельствуется о достоинстве владыки, посылающего ангела. Слово свидетельствовать употреблено вместо засвидетельствовать. Христос – корень Давида. Как дом, как происшедший от него, есть род его. Звезда – утренняя единица. Христос же, воссиявший нам за утра тридневен и имеющий явиться святым после настоящей жизни, и в утро всеобщего воскресенья установит нескончаемый день. Вопросы? Корень 22, 17. И дух, и невеста говорят – приди. И слышавший да скажет – приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет в воду жизни даром. Полкование. Невеста – церковь и обитающий в ней дуб, говорят в сердцах наших. Алва – очи, и призывают в пришествие Единородного Сына Божия. Так же и всякие верующие, слушающие учения, молятся Богу Отцу – да придет Царствие Твое. Жажда к питью жизни нужна для прочного обладания приобретенным. Особенно потому, что дар подается не тем, которые не достойны его величия, хотя несколько и трудятся о приносящем благий разум, разожженный более серебра и золота, а также и телесный труд. Вопросы? Откровение 22 глава 18-19. И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. «Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог ядвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов в книге пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде и в том, что написано в книге сей». Страшное проклятие на извратителей Божественного Писания. «Дерзкое безрассудство их, злонравие и самолюбие лишат их благ будущего века». «И он предостерегает нас, чтобы мы не потерпели того же и для этого не прибавляли и не убавляли. Но слова Писания почитали достовернейшими и славнейшими атических сочинений и диалектических силовидмов. Потому что и в них, если находится что-либо несообразное с истинною, то обыкновенно прибегают к свидетельству автора этих сочинений. «Но разницу величия знаменитых у нас и у них трудно даже представить в уме. Я думаю, что она более, чем между светом и тьмою». Вопросы? Что такое атические сочинения и диалектические силогизмы? У меня не открыто. По буквам прочитаешь. Что за сочинения? Атика? Атические сочинения и диалектические силогизмы. Это придумки наматывает, которые были раньше у греков. А они любили сказки рассказывать про Геракла, про Венеру и прочее. Ну и они определяли каждый бог. Вот Кронос, какой он суровый, у него дети, он их сожрал, этих детей. Это в житии святой Екатерины мученики, великомученицы Екатерины. Это подробно описывается. Ну и ссылались на это как на истину. И поэтому здесь опровергает все. Тут спрашивали, а почему, говорите, сектанты? Потому что все переполнило ложным толкованием, и поэтому и мы должны это сказать. А где это? Те, которые называются верующими? Ну, не к церкви принадлежат, а к секте. А нет, по-другому их не назовешь. Никаких слов, динаминации, конфессии нету. Это сатана прикрыл слова ересь, еретики. Ну и здесь об этом говорится, что больше разницы между светом и тьмой, кажется, некуда. Но так и наше утверждение, высшая философия этой книги «Добротолюбие», разница от греческих измышлений. Все эти аристотели вплоть до Сократа уходят. Что-то можно взять, что-то. Ну, то, что не противоречит, то есть, ну, это самая малость. Вот об этом и говорит. В сравнении с греческим, откуда все взято. На что вся мировая история, искусство ссылались, как на авторитетное. А это все отбрасывает. Оно ничего не значит. Вот все. Ну, вот еще, что написано в книге сей. Какая книга имеется? Откровение, откровение. Но когда мы говорим, некоторые относят ко всей Библии, это не это место. Это притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. К словам его, Божьим. Об этом же написано во второзаконе. Не прибавляй и не убавляй, 4 глава. Все. Здесь говорится конкретно на апокалипсисе. Вот. То, что называется откровение. Откровение – это Бог открыл людям тайну. Ну, а тут книгу назвали откровением. Откровение будущих судеб мира. Все. Продолжаем. Откровение 22, 20. Свидетельствующий сие говорит, «Ей, гряду скоро! Аминь! Ей, гряди, Господи Иисусе!» Покрование. Апостол говорит, «И я, свидетельствующий о тем, взываю к тебе жизни нашей, иду, и сам ты приди, Господи!» Но, может быть, слова свидетельствующие сие сказаны и от лица Христа. То есть, он говорит, «Я, свидетельствуемый, приду скоро!» Апостол отвечает, «Гряду, Господи Иисусе!» Вопросы. Откровение 22, 21. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь!» Пришествие Христа желательно для святых, так приносящее за собой множество наград. Поэтому и книга эта, приводящая к блаженной кончине и покою, считающих ее, есть святая и Бога вдохновенная. Теперь же мы вкратце изложим ее назначение. Сказанное о семи церквах научает нас терпению в бедах, любви, доброделанию и другим добродетелям. Узнаем также о храбрости и мужестве учеников, страшном наказании неверных, плодоношении семени евангельского, отпадении слабых и маловерных. Указывается и на человеколюбие ангелов, держащих Евангелие и проповедующих его сущим на земле. И цитата святителя Иоанна Златоуста «У нас от того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны, одни более, другие менее, никто не в состоянии пособить лежащих. Так если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа, хуже нас. Потому что мы идем такую дорогу, как будто решились идти против заповедей Его. Вопросы? Любые вопросы можно ставить, угадать. Я хотел спросить. Да, а Католическая церковь, почему ее считаете заистиной, на каком основании? Многие считают их иеретиками, нападки на вас за это. Что вы имеете в виду, называя как католиков церковь? Сначала нужно узнать, что такое церковь, а тогда уже и смотреть. Все качества, какие необходимы церкви, у католиков есть. И главное, что они от начала идут, от апостольских времен сохраняют рукоположение. А то, что у них были там эти заскоки, что там 11 крестовых походов, была инквизиция и прочее. За это ответят люди. Поэтому грань ограничивается только тем, что люди имеют истинную связь не словами, а конкретно. Выраженную в том, что можно ощутить. Вот, допустим, разговариваем с Григорианом Армянской апостолической церковью, как она называется, она с 4 века еще. Они указывают, от кого идут, от Григория. А тот идет, там показывают, кто там Симон Зелот. Если этой связи нет, это не церковь. Другого определения на сегодня нет. Ни по делам, ни по чем, а именно связь, хронология. Если этой связи нет, ничего и нет. Это выдумка. И вот за гранью то, что перечисляется православие, католицизм, Григориан Армянский, окопцы и сирицы. Все. Церкви дальше нет. Дальше ересь. Тысячи ересей с разными отклонениями, извращениями. И мы это принимаем или нет. А другого... Некоторые спорили неоднократно, но пришли к этому же. Другого определения нет. Определение определяется родословное. Об этом мы считаем в книге Ездры. Когда пришли они, там у Ниеми об этом говорится, пришли из плена, и некоторые, а мы священники. Но, говорит, их не нашлось в родословии, и они исключены из священства. Ничего священного во всем колене не осталось. А может быть они были? Может и были. Но не нашли, родословно потеряли. Это ответ. Да разве так можно решать? Ну, считай восьмую главу деяния апостолов. Зачем говорить? Вот он проповедовал Филипп. Филипп это не апостол, а из семи диаконов. Семь диаконов. Вот Степан это из этой же партии был. И вот он проповедовал, и люди обратились. А апостолы все находятся в Иерусалиме. Иоанн Златоуз говорит, там где наибольшее сражение, битва. А в восемь четыре, говорит, рассеявшиеся ходили, благовествовали. Обращались люди, и апостолам донесли. А вот там-то, в Самарии, люди обратились. И они ни слова не говорят. Петр и Иоанн, это называется столпы церкви, они встали и пошли туда. А зачем пошли? Там уже люди обратились. Нет. Без апостольских рук они Духа Святого не получат. Сектанты этого не понимают совершенно. Ну зачем, Паш, я сколько беседовал? Ну, Духа Святого дать. Ну, неужели непонятно, что без апостольских рук правильно говорить? А почему дальше-то не идете-то? Апостол в Иерусалиме, все, дверь закрыта. Никто не получит Духа Святого. Мы или соглашаемся, или погибаем. Я соглашаюсь. Они пришли и спрашивают дальше, мы видим, сошел Дух Святой, и что было. Зачем они пошли-то? Люди-то обратились. Но они точно знали, Дух Святой не сойдет без наших рук. Как-то примитивно судят. Все, я сказал. Ты или споришь, значит, вне церкви. Считай восьмую главу деяния апостолов. Она сектантами признается, не укорачивается. Другое определение может быть. Но оно будет включать только частицу чего-то. Надо, чтобы там было вот то-то, говорят, правильно. Рукоположение есть, да. И она настоящая церковь, самая настоящая. С избытком могут быть ереси отдельные. Один придерживается, другой нет. Но это церковь. До 1054 года одни и те же святые были. Одни и те же у нас у католиков. Одинаково. А разделились там из-за слова, которое даже не надо произносить было. От отца и сына исходящего. Вот из-за чего вопрос-то возник-то. А это можно узнать? Никак. Еще раз я скажу. Мне Бог дал этот талант, что я ничего не знаю. Вот это я четко узнал. Я не знаю. Я сел и слушал внук Христа. А он говорит, я поставил учителей. Прислушайся к ним. Вот и все. Никогда не спорил с католиками. А были моменты, когда они не соглашались. Я кротко сказал им. Святые учат так. Наши и ваши. Вы признаете Ирине Ильонского? Да. А это признаете? Иронима Стридонского. Да кто у нас самый главный, как у вас златоуз? Ну и считайте его. И там он все это разъясняет. Как его гнали? Народ был такой тупой, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Это как сегодня. Это Дионисий Александрийский и Ироним Стридонский. Он в 420 году только умер. Мы или соглашаемся, или начинаем просто плутовать, сами себя обманывать. Сектанты его рукополагают. У них были старшие пресситера, все время назад, а сейчас епископы решили. Ну откуда он? Ну его рукополагали другие. Ну дальше в каком году? Ну обязательно вы воткнетесь в год, 100 лет назад допустим, или 300-400, дальше уже нету. В 1517 году еще только Лютер выставил свои 95 тезисов. Раньше этого ничего нету. Это родоначальник ереси всех, а он прославляется. Он еретик из еретиков. Но хорошее дело сделал. Для немцев перевел Библию на русский язык. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Но заблудился дальше, снял монашество. Женился на монашке, размонашил ее. Шесть детей нажил. Кто он такой? Развратник. По всем канонам развратник. Обольститель. Скрывают и не понимают. Как-то Андрей Кураев публиковал, говорит, у них объявление было, что они нашли место, где стоял туалет. Вот, говорит, ваша вся туалетная религия, туалет Мартина Лютера. Действительно? Да так. Ну знатное место просто. Раскопка была, они упомянули. А он это выставил так, что и смешно даже. Мы или принимаем, не принимаем. Границы, церкви, очерчено то, что я назвал, пять. Пять сильных. А это заблуждение были всегда и везде. Но вспомните, что делалось в Израиле. На всю страну нашли только один свиток. Один. И тот, заваленный серебром, был. А как же верили? Да так вот и верили. Каждое делало то, что казалось справедливым. Не было царя, у них не было пророка. Так выразился, где писатель, книги, там, судьи и прочее. Надо к этому подходить очень осторожно. Бог поставил, значит, мы их признаем или не признаем. Учителей. По-другому церковь никогда не учила. Вот самым правильным путем пошли после реформы Никона. 180 лет, кажется, у них не было священства, которые не подчинились, старые обрядцы. И они отправили по миру своих людей искать, кто есть такой, кто согласился бы возобновить эту ветвь. И, наконец, нашли митрополита Амбросия. А иноки были там, Алипий, Павел. Он их рукополагает. Два епископа возвращаются домой. И вот Белокринецкая иерархия. Теперь у них митрополит Корнилий. Они все сохранили так, как было до реформы Никоновской. До 1656 года. А что, это правильно? Ну, этот вопрос они сохранили. Вот когда меня спрашивали, ну, а что нам делать, баптистам? Ну, пойти и попросить, чтобы ваших хороших, кого вы называете епископами, пресвитерами, самых талантливых, а они никто. И попросить, чтобы патриарх, ну, не нравится Кирилл, пойдите к Варфоломею. Не нравится, там, пойдите к Румынскому. Ну, а вам не нравится, ну, пойдите к Григориану Армянам, чтобы они вам рукоположили двух или трех. А они перья рукоположат всех ваших. И вы будете церковью. Но вам рукоположить, чтобы вы дали подписку. Нигде и никогда Божью Матерь не будете хулить. Нигде и никогда не будете святыны и иконы называть идолами. То есть поставить определенные условия, которые не затронут их веры. А вот я с ними беседую. Ну, а что вот эта одежда, ризы. Ну, это не имеет значения. Вы можете быть, но без галстука и не бритые. Эти непременные условия, чтобы не брились и не носили галстук. А если галстук снял, чтобы был застегнутый. Это не просто так. Мы сразу закрываем дверь от масонов. Все. У вас все хорошее. Баптисты самые близкие к православию верят в святую Троицу, в жизнь вечную. Это не адвентисты седьмого дня. Ну, они не церковь. А церковь им можно было сделать. Ну, а мы не хотим Божьей Матери, вот, а канона, капюста. Не считайте. То есть я не патриарх, но с позиции патриархата отвечаю. Это можно договориться. Прямого указания в Библии нет. А можно, что вот иконы у нас будут, а чтобы не целовать? Можно. Иконы не идолы. Ну, и нигде нет повеления целовать. Ну, чтобы вы не хулили и не трогали тех, которые целуют, поклоняются. Ну, чтобы только лбом не стучали. Вот. Ну, надо найти эту середину золотую. На золотой середине святые отцы неоднократно останавливаются и указывают. Не надо ни налево, ни направо. Прямо пройти очень трудно это. Вот самый прямой порядок, как вот сделали, так, белокринитская иерархия. Они нашли Амросию белокринитского. Дальше он будет называться там австрийский, в Австрии. Он на покое был, неотлученный. Все восстановили ветвь. Но они не пойдут. Потому что, то есть гордость. Мы уже епископы, мы только делов. Никакие вы не епископы, обманщики. Епископы вот у Григоряна, Армяна. А там заблуждений столько. Да, заблуждения есть. В Израиле много было заблуждений. Но никто никогда не говорил, что пойдем к филистимлянам. Или пойдем там к Ессеям. Нет. Здесь были пророки, выходили, обличали. А он там пришел, тогда был Седеки. Он наполнил Иерусалим, говорит, кровью от края и до края. А потом попал в плен, одумался. И теперь он начал искать Бога. Считайте, 2 Парапоминон, 25 глава. Определенные, четко, никуда из церкви. Зарезы Христа ухвачусь, волоком буду тащиться, но не уйду. Я не Гожий, но Божий. То есть в церкви. Вот на это надо поставить установку. И вопросы задавать кратко. Да или нет. А то задают вопрос, а сам проталкивает свою ересь. Вы тоже не разрешайте другим память свою поганить. На все есть толкование. На все абсолютно. Когда разговариваешь с сектантами, они ничего не понимают. Вот у меня спрашивают, а почему вот у вас люди обращаются? Да это разве я обращаю? Вот один раз только пришлось встретиться с подпольщиками. Подпольные они там, ИПХ называются. 32 человека сразу пришли. Сразу же. Они вылезли из подполья, получили паспорта. Вещь неслыханная была. КГБ сразу ухватилась. На работу пришли. Беденко Александр Семенович, он генерал-майор сейчас, а был майором. Вот забросит меня в Красноярский край, в Тайгу. И там много их очень таких, чтобы они пришли. Я говорю, еще лучше. Вы меня дорогой спихнете и все. Да вы что? Как вы могли так подумать? Да я вам не верю. А как, почему обратились? Не знаю. Вот один раз я преддверник назвал Андрея. Куда я? В Покровском соборе, а стены там где-то метра-полтора толщиной. И потом порог такой же ширины. Я стоял у дверей все время. Это самое опасное место. И жар, люди, и холод. Ну вот в колодце гниет не то, что под водой и выше, а именно переход, вода где. Это очень трудное место. Ты часто простываешь. Ну я преддверник. Преддверником назвал Ян Креститель. Он жениху открывает дверь. Как обращаются? Меня стали записывать на магитофон, попробовать так же говорить. Ничего нет. Мне никакого результата нет. Те же самые простые слова сказал. Вот сейчас сколько их пришло. Тут это Анастасия там с семейством. Я ничего не знаю. Еще раз говорю, не знаю. Но мне на сердце лежит сказать. Вот я не знаю, сегодня Евгения Трапко нету здесь. Тут вышло известие, что в Потеряевке там Роман Малыш этот, буквально сбесившийся, все начал поносить. И он выезжает оттуда и дает знать, чтобы, если кто хочет на постоянное место жительства приехать, дескать, завезен материалы и прочее. Ну, он кому продастся? Сначала ему разрешат нет тому человеку. Это первое. А тут немаловажно то, что два дня назад я объявил, начинаем молиться о том, чтобы Бог вырвал этот злой корень оттуда, чтобы Бог его убрал. Но судно делал, чтобы не был осужден, Роман. Третий день пошел сегодня, он выбросил белый флаг, все. А то мы тут, он думает, приглашать кого-то, Потеряевку там, разрушить все законы по-другому. Третий день, все кончилось. Я призвал на молитву. Повторяю, третий день. Официально. А когда меня тут еще приехали, ну, записывал из УВД края, там, из Мамонта или откуда еще были, вчера только из, не вчера это получилось, ну, да, суббота вчера звонили СПСБ и узнавали. Я говорил его не трогать, не трогать. Пусть он живет, но только официально зарегистрируется, гражданство российское примет. Но теперь, сказал, обстановка еще хуже стала. Он разные ролики составляет, Игнатий Еретик, там, лжи. Другие вокруг него там колготятся, просто бесовщина. Убрать. Я выбрал все местописания, об этом говорит. Если первое, второе вразумление не понимают, двум-трем скажи. Не понимают церкви, не понимают, как мытарь и грешник. Я просто стал молиться, попросил, давайте просить, чтобы Бог эту заразу вырвал оттуда. Третий день, все кончилось. Все, все задымилось, его нету. Что с ним случилось, я не знаю. Но определенно и четко. Третий день стали молиться, что Бог убрал его. Он ни под каким видом даже разговаривать не хотел. Все, ничего нету. У нас был один тут в Потеряевке. Он начал пакости делать, к чужим женам влезти. Ну, развратник. Ничего нельзя. Ну, решили сделать крестный ход вокруг усадьбы его там. Закрутили, только обошли. А диакон его поддерживал. Но перед самым крестным ходом диакон прибежал, упал на колени. Простите, я не знал, чтобы его не захватывали. Крестный ход, как вокруг Ерихона. Обошли его. Все, его выдало. И по следующий день. Это конкретно живое общение с Богом. Живая молитва к живому Богу. Вот, мне Евгения Трапко, не знаю, нет, он выставил. Кому-то он написал тут. Я прочитал сейчас. Кто читал еще это? Я читал. Ну, вот, надо бы, чтобы он сам Евгений сказал, что он на него вышел. Повторяю, третий день, как начали молиться. И уже ответ пришел. Все. У нас неоднократно так было, когда невыносимо делалось. Мы сразу объявляем пост, молитву. И буквально день-два и ничего не остается. Мы ничего не просили. Ты приехал. Он ему и говорит, что ты делаешь? Тут уже устав. Как трудно было открывать. Не давали власти, ни земли. Все сейчас есть. Электрический ток, школа, храм. И теперь все разрушать. Да какое же ты имеешь право? Да разве мы отдадим тебе? 27 лет мы трудились над этим. А это приехал неизвестно откуда. Верующий, неверующий. Да неверующий. Давай все поносить, ломать. Мы не можем согласиться с ним. Он не прав. И вот молитва началась и все кончилось. Дальше только начинаем сейчас благодарить Бога за услышанную молитву. Все. А можно с вами поговорить? Я вам в прошлый раз назначал, Василий. Назначал. Вы не вышли. А вы звоните, когда мы уже ушли на молитву. Мы недосягаемые для вас были. Дело в технические были неполадки. Хорошо. Сейчас только мы закончим. Закончим полностью, когда выйдем. И через 15-20 минут заходите. И мы с вами побеседуем. Я же вас не отталкиваю. Не надо. Я с сектантами работаю уже 55 лет. А вы пять слов скажете, я уже знаю, куда клониться. Потому что я практик, не теоретик. Так вот я тоже у меня в такой... Я претендую на элементарную логику, а люди раздражаются от этого. А у них как бы... Ну, и поэтому я обречен на одиночество. Нет, нет, не поэтому. Не поэтому. А на одиночество человек обречен тогда, когда он не представляет реально, что будет суд Божий. Чтобы имели общение друг с другом. Это 1 Иоанна, послание, 1 глава, 7 стих. Заучите его. Я не могу. Люди такие... Я виноват. Вот это самая конструктивная программа. Я, нелюдимый. Малое замечание. Да что значит замечание? Мне надо сесть на поезд. Я поэтому все сделаю, чтобы мне... Главная задача сесть. Поезд уходит. И поэтому ты пришел, слушай внимательно, да и нет. Ты не слышал? Тебе сказали. А ты еще ищешь. Другого нету. Все, что я отвечаю, я на этом трудился день и ночь, 55 лет. Ты можешь записать, а потом думать, а потом дойдет. Да и нет. Да я тоже тружусь. Вот 30 лет уже исследую себя и Библию, и окружающие религии тоже, православие, баптизм. Я в баптизм так и не влился, меня так и не посчитали как-то своим. Ну я вот сейчас и вышел уже. Сейчас вот православие пытаюсь исследовать. Всего исследуйте, хорошего держитесь. Я просто упал говорить ведь. Ну мы поговорим, да, если вы пожелаете через 15 минут. Спасибо. Вопрос можно, Сергей? Да. Первый вопрос. Игнать Тихонович, вот эта легенда, не легенда, когда Византия пала, вот такая есть история, что царь византийский плюс епископы обратились к папе римскому за помощью, чтобы он войска дал для отражения нападений турок. И они подписали некую унину. И вот дальше продолжается рассказ, что, видимым образом, из Софии вышла благодать в виде огненного столпа, ушла в небо. Как вот это, как относиться к этой истории? Ну там, силилогизмы все эти греческие. Тот благодатный огонь, расселась колонна, оттуда огонь выскочил. Зачем мне это нужно? Ян Затавус говорит, мне чудеса не нужны, я верю. Иудеи требуют чудес, а елены ищут мудрости. Елены, греки, вот это они, мудрость составленная, жития своих этих богов, с маленькой буквы. А мы веруем во Христа, мне чудеса не нужны. Я за всю жизнь не слышал ни одного голоса, извинения, ни одного видения у меня не было. Почему? Я сразу себя обрезал. Как говорят Затавус, мне это не нужно, я верю. Верю, и все поставлено на место. Услышал. Еще такой вопрос. Знаю, есть мнение, что вы якобы нарушили в уставе пункт о том, что нельзя обращаться к мирским властям, и нужно в своей среде решить тот или иной конфликт. Так это или это умение? Не так. Я понял, Виталий, время не тратить. Не так. А наоборот. Что ты после обращения в церковный суд, вот у нас в деревне такое же правило, если не решается, обращаешься в мирской. Павел обращался. Иосиф говорит, скажите Параону, я невинно здесь, зачем он обращался. И Павел, когда его растянули, говорит, позволительно римского гражданина, а пришел племянник и сказал, готовится убить его более 40 киллеров. К мирской власти обращались. Если даже еретики буйствуют, канон гласит, то разрешается обращаться к мирской власти для усмирения их. А что значит усмирять? Мирская власть знает. Особенно это декретария Истиняна Великого подробно описывает. Допустим, епископ у меня... А епископ такой же человек, пить есть хочется. Моего коня украл. Если епископ украл, украл не он сам, а слуг послал и... Ну, я знаю, это мой участок захватил. Я имею право судиться с ним официально. У меня есть такой материал, он для Слова Божия нет, тут в этой книге помещен. Можно ли обращаться в мирские суды? Прямо официально разрешается. Но предварительно обратиться в суд церковный. А они церковный суд устранили. Больше 70 лет суда не было. И поэтому епископы поступали как хотели, то есть бесчинствовали. И обращаться в мирской суд нельзя. Вот у нас отец Павел Гермоленко из Камня наоби, город. Ну, он... Епископ-то Дмитриев был. Максим. Такой буйный епископ был. Ну, и он пришел. И там своему, который священник был, он ему и сказал отцу Николаю, и говорит, надо крестить полное погружение. Епископ же говорил в прошлый раз. Где он говорил? Он тогда решил при встрече с епископом записать это на магитофон. Ну, и здесь Никита Сонаров дал ему магитофончик маленький, положил, но, видимо, где-то скрипело там. И когда беседовали, а там был отец Александр Войтович, там и, видимо, Михаил этот погибло. И епископ-то узнал, что он записывает разговор с ним. Ну, и что? Он говорит, я записывать вопрос задал по крещению, что вы повелеваете, что надо полное погружение-то. Он не стал спрашивать. Снял с него рясу? А он здоровый такой мужчина. Он бы их раскидал всех. Но он опустил крылья и стоял спокойно. А они уговаривали, ты не сопротивляйся, владыка знает, что делать. Он с него снял крест серебряный. Крест. Ну, поповский, с кисточкой там сзади. Дальше. Магитофон и рясу. Ну, посчитали, сколько тысяч. И он не отдает, никак нельзя. Но он все это рассказал. Я пошел к прокурору края. У меня очень хорошие отношения с ним были. Ну, и все это зажил в бумаге. Ну, Юрий Федорович, ну, посоветуйте, что делать. В суд нельзя обращаться. Только сначала в церковный суд. А церковного суда нет 70 лет. А он буйствует. Ну, что делать-то? Я говорю, ну, вы как прокурор, ну, можете как-то, ну, что-то написать. Вот представьте, директор завода, допустим, у рабочего что-то отнял. Машина там стояла, он и себе присвоил. Он имеет право обратиться в суд. А тут отнимают, и нельзя никуда обратиться. Ну, самое бесправное сословие – это священство низшего класса. И он говорит, я ничего не могу сделать по закону. Прокурор края, генерал-лейтенант. Не могу. Ну, и все. И он уехал отсюда, его перевели за... Он бы был митрополитом здесь. Но за буйный характер его перевели. Он в Ельце сейчас там находится. А сюда дали вот этого у нас Сергия Иванникова. У них очень большая разница. Этот... Все нападки на нас, которые были, все устранил. Нет, нигде нету. Ни одной. И всегда улыбается, потеряевку приедет. У нас служат, у нас прекрасные отношения. С новым митрополитом. А тот так епископом остался. Из такой богатой митрополии. Алтайская. Это одна из богатейших. Его отправили там на нищету разваленные храмы. А тут такие храмы закатывает. Ну, тоже зажиточный район-то. Вот так. Что, Виталий, все? Можно вопрос к теме? Давайте. Игнать, Игнать, Борис Семенович беспокоит вас. Да. Вижу. Я к теме вот этой вот, по поводу суда церковного. Ну, насколько я знаю, а что, был епархиальный суд у вас, да? Ну, в пределах соответствующей епархии. Он принят... Что вы имели в виду под епархиальным судом и юридикцией в пределах соответствующей епархии? Что это имеется в виду? Вот такой суд был над Романом, да? Суд над кем, я не понял. Ну, вы говорили, суд церковный был над малышом этим. Да не было, о малыше речи даже и не было. Не было. Это Павел, Павел Ермоленко из города Камин-Наби. Московский патриархат. И за то, что он записывал тайну, вот такой он... Его, Санта не снятый, ну, везде он его лишил. Его пришлось работать тут таксистом, потом пошел в золотопромышленную там какую-то экспедицию с Игорем. Он не умер, он работал, но он поступил бесчинно. А не было, сейчас церковный суд есть. А вот епископ священника Сан снимает, он не может снимать. Не может. Чтобы Сан снять, должно быть шесть епископов. Шесть. А если епископ промахнется и явно что-то сделает не так, заметили, ну, бывает так, Андрей Кураев это опубликовал, там, вот, всякая скверна, там, с мальчиками, с семинаристами балуется. То, чтобы епископский Сан снять, должно собраться двенадцать епископов. Ну, они назначаются от Синода двенадцать. Определенный, четкий регламент. А вот, допустим, начался суд, ему повестка пришла, а он не явился. Ему второй раз. Он не явился. Третий раз решается без него, и уже он не имеет права обжаловать это решение. До точности все высказано там. Я занимался этими уставами, судами, и, ну, поэтому так говорю. Это прекрасно просто. Ну, а его нет суда. Они устранили канун правила, книги правил нигде нет, а священник выступает, вот, Сергей Егорович Игнатов говорит об этом. Прямо говорит? Говорят, а что ты там, это же не догматы. Я правильно говорю, Сергей Егорович? Видишь как? То есть они забросили все это, это беззаконие. Каноны, которые устанавливают Вселенские соборы, они их попирают сегодняшние. Как? Ну, молиться надо, а церкви не отходить. Так они справедливы. Знаю. Знаю, Василий говорит, веселее. Но по-другому нельзя. Вот женщина впала в блудодеяние, прелюбодеяние, замужняя. И мужчина. Мужчины, там, допустим, 7 лет отлучения от церкви плакать. А я и 9. Так не справедливо. Он говорит, знаю, но по-другому нельзя. То есть я говорю о том, как уставы эти есть. Уставы разные. Там Венедикта, Василия, Валаамского монастыря, там, Соловецкого. Там много какие есть. И они очень разнятся. Вот у нас рыбы нельзя в Великий пост. А на Соловках, Соловецких, у них разрешается сущий, называется. Сущий. Это сушеная рыба. А рыба-то, там, прекрасная рыба. А почему? А у них нет ничего больше. Ни хлеба, ничего. Ну, вот как переводили там на ненецкий язык-то. И хлеб на сущий дай. А что такое хлеб? Не знаю. Юкола. Тогда, ну, да, тут понятно. Это рыба сушеная. Дай нам рыбу сушеной. Так перевели. Ну, и пускай. Почему перевели, не знаю. Ну, у нас тут не растет здесь смоковница. Ну, так и осталось. А в пояснении говорится, что это за дерево. Что вначале плоды появляются, а потом листья. Но у нас-то не так. Все, принято. Спасибо. Упаси-ка. Да, да. А, Владимир Петрович, можно спросить? Давай, голубушка, Екатерина. Вот, вы сейчас говорили об отцеплении Гермаренко. Так, подожди. Есть кто-то поближе микрофона, а что глухо? А та. Володя, на помощь. Вот, об отцеплении Гермаренко вы сейчас говорили. И, насколько мне известно, его отправили под запрет. И, вот, он потом ушел в катакомбльную церковь. И, насколько это правильно, вот, он сейчас под запретом Московской Патриархии. И он, наверное, служит в катакомбльную церковь. Правильно ли он? Ну, да, переводи. Переводить. Она говорит, что отец Ермоленко, ей известно, что он под запретом Московской Патриархии находится в катакомбе из церкви. И правильно ли это? Ну, это решать правильно. А что он должен делать? Сам с него не снятый. Он священнослужитель. У него несколько приходов было. До шести приходов было. Пусть они сначала и здесь снятся перед ним. Почему они его под запрет взяли? Тем более, того епископа тут нет. А в это время-то он все это испытал гонение. И не решая это, правильно-неправильно, но он противозаконно никак не поступил. Никак. Если, допустим, в катакомбле и там нет епископа священства, то неправильно он опустился вниз. А если он, ну, такие, как Пашковский, этот, на Украине, Агафангел, или вот митрополит, и архиепископ Тихон, пасечник, это законные? Я вот сюда перешел. Ничего тут такого нету. Вот. Мы бы были там, но у них первое правило нам не подходит. Мы должны признать безблагодатность Московского Патриархата. Мы на это не пойдем. Никогда. Так они вас гонят в Патриархии. Ну и что гонят? А кто я такой? Пускай гонят. Но я тут находился и буду находиться. Я 55 лет направляю всех людей только туда, никуда больше. Московский Патриархат. И они там священниками делаются. И вас гонят, давят. Да меня это не касается. Тем выше награда. Меня гнали, буду гнать вас. Это мой Спаситель сказал. Что из этого-то? Кто я такой, чтобы меня не гнать? Ну. Вот, кажется, проявилось, да? Интересно. В конце уже. Так что, Екатерина, этот вопрос на высоком уровне решается. Я только знаю, что он ничего противозаконного не сделал. Я очень знаю, он ревностный. Было его, заглатывала эта вот шестерка. Было что-то, нельзя перепись сделать. Он приехал по Теряевку. Владимир, включи-ка вот здесь дальше свет. Вот. И нет переписи. Здесь не положено. Я отвечаю. Ты признаешь же Христа? Ну, конечно. Ну, а он пришел на перепись. Ну, привезли его. Так? Так. Ну, а теперь считаем Маковейской книги. Еще две переписи. И прямо переписи были. Перепись. Давид устраивал перепись. Он сразу смирился и так. Теперь паспорт нельзя такой-то. Я опять ему доказал. Вот интернет там нельзя, там то другое. Но Ваня подрастает, у него сын-то. Теперь учиться надо. Теперь он уже сам интернет имеет. Он неупертый. Он сильно посчитал Яна Кронштадтского. Там ее уже за Бога считали уже. Ну, поговорили, я гляжу, он перестал так это. Ну, хорошее, хорошее. Мы приняли. Нужно всегда держать золотую середину. Золотую, то есть точно по слову Божию. И у нас с ним сохранились по-прежнему прекрасные отношения. Он звонит иногда. Вот такие-то, такие-то там люди. Как понимать? Я ему разъясняю. Он поблагодарит и отойдет. Он знает, что я спорить не буду. Я сказал, а ты не принял. Ну, и все, переходим к другому вопросу. Как один сказал, говорит, мы не сошлись. По этим вопросам. Поэтому сразу переходим к оскорблениям. Но мы на это не пошли. Он у меня жил на квартире здесь. Он богатырь русский, настоящий, муромец. Спасибо, Христос. Это вопрос, что вот смотрите, вы как огня боитесь вот именно власти, патриархии над Потеряевкой и над Барнаульской общиной. Ну, и это понятно почему. Так вот, возможно ли вообще действительно в самой московской патриархии, да, под епископом, под священником, тем или иным, хотя бы на процентов там, ну сколько, ну на 10 процентов что-то сотворить подобное, как у вас? Этот вопрос мы, Виталий, ставили, когда еще у нас ничего не было. Стояли в храме, смотрели, писали и нашли выход. Нельзя. Мы сразу делаемся врагами, но мы должны это перенести. Допустим, у нас есть храм. Допустим, мне епископ предлагали три храма сразу. Сегодня рукополагает и три храма дают. Это и Варфоломея, и местный Антоний Масендич. Ну, они за мной гонялись буквально, чтобы рукоположить. Не выйдешь за границу, пока я рукоположу. Вениамин приезжал здесь, Черноморский. В синоде сидели епископы, немедленно вас рукоположить. Ну, я отбился от них, доказал. Митрополит и сказал, ну это, наверное, так и есть, кое-где вам дорога закроется. Так вот, создать невозможно. Опыта нет, а потом ты должен пойти на риск с нуля. То есть, если бы мы признали Московскую патриархию безблагодатной, ну, минимум, примерно 600 общин у нас было бы образовано. Мы это испытали. 600 общин, не людей, а как с нуля. Сразу правила, какие у нас есть, 6 правил. 16 правил, определенно. А подробности, как в деревне, тоже с уста поставлены. Все до единого должны сознательно принять Христа. Взрослые должны принять настоящее погружательное трехразовое крещение с тремя погружениями. Заниматься Словом Божиим. Ну, мы занимались вообще. Они ничего этого не делали. Они сразу начали объявлять войну, гнать, писать в газеты, кто же такой Игнатий Лапкин. А тут на защиту Бог дал, там и писатели, и Москва там поднялись, и все заглохло. Мы делаем свое дело. У нас были такие, вот, знаешь, этот Юревич, отец Андрей-то, там, как это, с любовью, там, с женой там. Сидительство о любви, да. Да, ну, я его знаю, его дети были в лагерь, он приезжал, он прекрасный батюшка. Они все у нас сфотографировались, мы приедем, дома так же начнем, пока никому не удавалось. Попы задушили их сразу. Не под каким видом, как эта торговля не будет, а как будем жить. Десятина святая. А торговлю Бог выкнул, а десятину установил. Они не могут никак. Теперь в храме даже шепотом ни одного слова не говорить. Да разве может? Ну, у нас-то есть это. За семь минут дается сигнал, и все заходят. Через семь минут служба начнется, семь минут подготовительная. Полное абсолютное молчание. Не кланяться, не передвигаться. Благодарим за прошедшую неделю. Про себя. Тихо. Чтобы служение священника было как огненное. Мы ни шагу не сдвинулись от православия. Все по форме одеты. Вот Осипов Алексей Ильич говорит об этом. Вы приходите как на пляж там. А он ничего не сделает. Он не делает. Он сказать сказал, а дальше на это не идет. Он не идет. Какой-то Василий звонит, чтобы не звонил. Не идет. Ну, ладно. Поэтому не создать. Не создать. Если не пойдет человек на риск. Храм закрыть. На замок три месяца учить. Во дворе. А потом по одному запускать. Тогда можно. Ну, все, наверное, на сегодня. Давайте. А то он ко мне выходит тот один. А вопросы есть, Игнатий Тихонович. Давайте отложим. Все, отошел. Ну, давай, задавай. Так есть вопросы. Давай. Вопросы. Вопросы. Можно? Да ты не трать время-то. Ну, не люблю, когда топчешься на одном месте. Быстро. Ну, там просто вклинивается еще кто-то. Вот у вас сегодня у нас проводится пассия, так называемая. А у вас будет, есть, вы как считаете, важное? Все есть, что нужно. Роман, вопрос понятен. Все как есть. Но сегодня священника нет. Мы совершаем по определенному месту так называемое апостольское служение. Его проверил айпископ и без священника. Все возгласы священнические убрали и все. А то вот я, получается, сейчас с вами занимаюсь, а у нас идет пассия. Вот. А, так ты бы... Нет, еще вопрос. Да, а что вы говорите про это? Ну, пассия, пассия. Слова-то какие. Ты сам выберешь, что для тебя лучше. Она никуда не денется. Следующий день послушаешь. А сегодня на занятиях. Вопрос еще. Справедливо ли говорить, что старообрядцы добавили слово истинного в символ веры? Ну, прямо... Как они могли добавить? Когда они сохранили его, а Никон выкинул. Наоборот, все кверх ногами. Старообрядцы раскольники. Коли-то не щурка, а топор. Никон раскольник-то. Мы признаем московскую патриархию. Это мы раскольники, а не они. Они сохранили, как князь Владимир принял. Тогда раскольникам считайте князя Владимира, Сергия Радонеска, Антония, Феодосия, основателя русского монашества. Ну, что тут дурит-то? Там Кирилла Туровского. Всех считайте. Куда это годится-то? Филиппа, Колычева, там, митрополита. Ну, не годится это. Еще вопрос. Значит, вот так. К чему приведет опасно ли изменение в символе веры слово соборную на слово вселенскую? А зачем это делать? Не надо? Говорят, что... Все, Роман, дальше не надо, что говорят. Не надо этого делать. Самая маленькая где-то подвижка, смущение в народе... Не надо объяснять. В единую святую соборную апостольскую церковь. Все. Ничем не разница, тем более, зачем это эквилибристикой заниматься? Как шут с бубенчиками. Категорически против. Это смуту наводит. Ни слова нигде мы не изменяем. Нигде и никогда. Мы выпросили только то, что библейское по синодальному переводу, вот Псалтырь, Евангелие, Паремии, Апостолы, все это считаем по-русски. А остальное, что-то надо учить и знать церковно-славянский язык. Но если библейское поется, мы считаем по-серковно-славянски. Даже в этом мы не пошли на другое, потому что мотив, уже привыкли. Ну и все. Вот мы взяли самую золотую середину, ни сантиметра, ни вправо, ни влево. И нам разрешили. А говорили, вам только разреши, вы палец дай, так вы по локоть откусите. Ничего не было, мы делали все сознательно. И приезжает теперь митрополит, патриарши. И они служат, как я считаю, по-русски Евангелие, лицом к народу. Конечно, для них это необычно. Он спотыкается, дьякон Владимир. Ну, все мирно, все хорошо. Мы заняли именно эту позицию. Нигде не переходить эту грань. Да, у нас служба идет на церковно-славянском. Все по церковно-славянскому. Кроме библейских текстов. Псалтырное по-русски. Ну, Евангелие, там, апостольское чтение. И по Риме ветхозаветнее. Вот, делать так надо. Мы показали, никакой смуты нету. Народ понимает и идут занятия. Три раза только по скайпу Сергей ведет. Да еще-то четыре занятия. Четыре. А до этого было в университете. Мы много лет вели. Занятия двухчасовые были два раза в неделю. Надо смиренно все делать. Не искать своего. Все. Еще вопрос по филиоку. Почему православная церковь так бьется за филиоку, что дуть святой от сына не исходит? Исходит, исходит. Прямо, говорит, я пойду и пошлю. Не надо. Григорий Невский, брат Василия Великого. Тоже святой. Он понимал имя святые и оквы. Так, зачем обманывать людей-то? Почти половина святых отцов так понимали. Это все на темноте играют-то. Когда я начал исследовать это все, я увидел, бороться не за что. А вы как? Я так, как у нас принято. И же от отца исходящего. А у них? А с отцом? Ну как вы знаете, а почему не бьетесь? Да зачем мне это нужно? Это недосягаемая сфера. Туда боязно взглянуть, боязно подумать. Бог лишит разума. Это страшно. Никаких вопросов. Что церковь приняла, святые отцы собора установили, никакие царь и градский символ, ничего не менять. Но слово истинное мы вернули. Мы сделали запрос, там, где у нас епископ был. Он говорит, да давно уже патриархия, с 72-го года это все разрешила. И все. Разрешила. И вот Алфеев, митрополит Иларион сейчас, служит по-старообрядчески, и шапка у него такая, и лесовка в руке. Это Кирилл Сахаров там все, эту, бодирует тему-то. Он их все по-старообрядчески. Но, это не единоверческая церковь. Московская патриархата. А там и патриархи едут, и Павел был, этот сербский. Вот самая правильная позиция. Не судить никого, не судить. Бог слышит то и другое. Нужно быть очень внимательным к тихому веянию ветра. И там Господь. То есть Филиоква это не догмат? Это догмат возводит его. Но еще раз говорю, надо. Это непонятно. Духа Бога, истина от Бога истина. И вдруг Дух Святой не истины, что ли, это архину, это неправильно. Его вернуть надо. Вернуть. И у нас, когда бывает дьякона, его батюшка предупреждает, когда митрополитом, патриаршем приезжает, у нас истинного. А он забыл, его рукой машет. Ну все поют, а до этого дошли. И он-то дальше идет. И Духа Святого, истинного, и животворящего. Животворящего. А наши поют истинного. Он остановился, и потом дальше начал подпевать уже, махать руками, как ему требуется, дирижировать. Должно быть истина. Это несправедливо, что отняли от Духа Святого истина. И же, первое считаем, Царю Небесный Утешителю Души Истины. То есть Дух Истины. Вмолите в это, это сохранилось. Чего вы, прости Господи, мучайте сами себя. Должно вернуть это, вернуть. Это первейшее, что должны сделать. Вернуть Слово Истины Духу Святому. Потому что это лицо равночестное, нераздельное, единосущное Троице. Там Бога Истина, от Бога Истины, а тут отбросили. Это безумием только назвать можно. Это не филиок вы какой-то. Всё, ответ. Другого ответа не будет. Что будем изучать? Так, что-то плохо слышно. Повтори, пожалуйста. Иван Глетаана начнём. Ага. Хорошо, спасибо. Не говори спасибо, Валентинушка. Спаси Христос, говори. Спаси Христос. Омница моя. В следующем занятии начнём Евангелие Актера Ивановна. Так, вопросов нету, то оба расстаёмся, да? Давайте помолимся. Так, помолитесь опять о том, чтобы выполнилось то, что мы молимся, чтобы эту заразу Бог вырвал из Потеряевки. Что интересно, я сегодня там с детьми занятия вели, я уже ролик выставил о животных и о корове. У нас заболела кошка. Котёнок он был, 8 месяцев. И непонятно что. Ну и пришла ветеринар, она член нашей общины, ну там всё это, какие-то клещи в ушах заводятся, но тут, не знаем чё, или она бежала тут, играла и ударилась лбом. И у неё что-то случилось такое, сейчас уколы делаем. Вот, неудобно говорить, сказать, помолитесь за котёнка. Ну так, чтобы, Господи, что ты всё создал, пусть будет, как было. Дети её очень любили, ну, котёночек маленький, до того умный. Вот я говорю о простых вещах, скажут, ещё молиться о котёнке. Ну и что? Топор всё, дороже. Ну топор упал в воду, надо вытащить, а никто не знает где. Елисей говорит, где? Ему показали, где надо знать, где конкретно. Показал где. Показали, он бросил дерево, топор, сплост железный, воткнулся в деревяшку, потянули к берегу, вытащили. Ну, а у нас, видишь как, котёнок заболел, бабушка плачет, батюшка говорит, что? Курочка сдохла, не смейтесь над нею, для неё, для неё курочка, это всё было, у неё больше ничего уже нету. Ну вот, Господь кормит хлебами, великое дело, и магазин, а вот нету, и рыбы дал. И поэтому, по нашей немощи, кто вспомнит нашего котёнка Палю, ну и вспомните, для детей, это элемент воспитания, сострадательности. Ну вот так. Всё? Помолимся? Помолимся. Спаси Христос. Аллилуйя. Песня. 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 Аминь. Песня. Аминь. Там Василий хотел, который пусть заходит Выключите